Командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Лещук показал видео с недавним пополнением ПВО Украины ЗРК «Патриот». Работу зенитно-ракетного комплекса генерал-лейтенант протестировал самостоятельно, по его словам, ЗРК «Патриот» на боевом дежурстве в Украине с апреля 2023 года. Современная западная техника имеет свои особенности, но украинские защитники быстро ее осваивают и уже готовы использовать ее против российских оккупантов. Командующий также поблагодарил западных партнеров, руководства государства и войска за то, что воздушные силы наконец-то получили то, чего так хотели – оружие против вражеской баллистики. Напомним, ранее представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетные комплексы «Патриот», которые передают Украине, западные союзники могут помочь отогнать российскую авиацию подальше от украинских границ. На связи со студией Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Да, здравствуйте, студия. Вот видим, воздушные силы получили то, чего так хотели – оружие от вражеской баллистики. Вот эти слова сказал командующий воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук. Он сообщил, что ЗРК «Патриот» на боевом дежурстве с 20 апреля, ну и система уже готова уничтожать российских оккупантов. Ну, к тому же, командующий, мы видели, лично протестировал «Патриот», остался доволен и поблагодарил западных партнеров. Я прошу вас резюмировать, вот что Украина получила, поставив на вооружение вот эти системы «Сампти» и «Патриот», какой круг вопросов теперь можно закрывать? Ну, давайте так, есть круг территории, да, есть какие-то локации, которые могут закрывать эти системы противовоздушной обороны. Да, хотелось бы, чтобы было их больше, ну, имеем то, что имеем, как говорил наш классик незыблемый, нетленный вернее. Вот эти вот первые вещи, в первую очередь, вот такие вот системы будут прикрывать наши войска, наши группировки войск, которые готовятся к контрнаступлению. Потому что Российская Федерация активно, даже очень-очень и очень активно ищет места, где располагаются современные западные танки, где прячутся сейчас перед контрнаступлением бронемашины, брэдли, мардеры, боекомплекты к ним, ракеты, снаряды, патроны. И пытаются уничтожать своими ударами шахедов, ударами разнообразнейших ракет, где-то по наводке, а где-то методом тыка, как вот в старой игре детской морской бою. Помните, там, А1 ранил, А2 мимо. Ну, вот почему я говорил про круг вопросов. Мы говорили с авиационными экспертами, и они говорили, что как раз вот эта система, ну, большей частью Патриот, меньшей частью Самти, хотя она тоже может, они могут отогнать от границ самолеты, которые сбрасывают вот эти управляемые бомбы с крылышками, и эти бомбы просто будут не долетать до территории Украины. А если эти самолеты сунутся ближе, то им, ну, одна из ракет хорошо объяснит, почему этого не стоит делать, и этот самолет совершит то, что у них называется отрицательный взлет. Да, ну, смотрите, здесь какая история. Пока не до конца понятно, можем ли мы использовать эту технику, например, патриоты по авиации Российской Федерации, которые, например, ну, например, да, с территории Белгородской области обстреливают территорию Украины. То есть можем ли мы вот на упреждение сбивать эти самолеты, или только самолеты, которые находятся непосредственно в небе Украины. Мы же помним, как наши западные союзники очень, скажем так, чтобы нервно, беспокойно реагировали на возможность использования западного оружия, на вооружение Украины по территории Российской Федерации. То есть, как бы, были всегда такие ограничения. Вот, пожалуйста, своим оружием там, да, пользуйтесь, ну, понятно, там, очень избирательно, только по военным объектам. А вот сейчас по вот этому вооружению конкретно у меня нет ответа, и я бы хотел, чтобы наши западные союзники нам это прояснили. Можем ли мы защищаться на упреждении бить по, например, поднялся в воздухе Белгородской области МиГ-31, мы знаем, что он несет ракеты. Можем ли мы его уже сбивать? Можем ли мы сбивать его на упреждение, или можем сбивать его только после того, как он осуществил пуски своих ракет по территории Украины? То есть, вот вопрос. Но в любом случае, даже сам факт наличия патриотов уже заставит их быть более осторожными? Да, заставит быть более осторожными, но давайте так, я здесь играю такую роль Бабы Яги, которая пока не то чтобы очень скептически, но очень осторожно отношусь. Я поясню, почему. Смотрите, системы патриот еще ни разу в своей истории не использовались в такого рода, в таком масштабе ведения боевых действий. Да, там была афганская кампания, была иракская кампания, но они несравнимы вообще вместе в целом с тем, что сейчас происходит. С тем вооружением, которое есть у Российской Федерации, те истребители, те штурмовики, те ракеты, те беспилотники, корректировщики огня, которые, к сожалению, есть на нашей территории, работают против нас. Сейчас система радиоэлектронной борьбы, то есть это все в комплексе сейчас будет использоваться против системы патриот, и патриот будет работать непосредственно в боевой обстановке, в максимально боевой, насколько это возможно. Вот хаймарсы себя уже показали. Я уверен, что даже производители вот этих систем патриот, они сидят вот сейчас в такой позиции приблизительно и ждут первого использования, посмотреть, насколько эффективно, насколько результативно, где плюсы, где минусы, над чем еще нужно поработать. То есть вот эта война, она вот испытывает технику непосредственно в боевых условиях и потом будут там адаптировать, где-то делать апгрейд этой техники, где-то там, а нет, вот здесь мы проморгали, нужно что-то вот исправить. То есть верим, что сработает на 100%, конечно. Командующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Кристофер Коволи сообщил вчера, что в Украину доставили уже более 98% боевых машин. Я процитирую, мы сели вместе с украинскими коллегами, посчитали количество оборудования, в котором они нуждаются для этого наступления, и мы собрали это от наших союзников, которые были очень щедрыми, особенно в вопросе танков и бронированных боевых машин. Это была цитата. Хорошая новость, правда? Отличная новость, но остались вот эти последние 2%. Я очень хочу верить, что в эти 2% не входят какие-то критически важные, например, узлы, агрегаты или боеприпасы. Пускай это будет, знаете, фантазируем с вами. Нам поставили 20 танков «Леопард» из 22 обещанных. Пускай вот эти 2%, вот эти два танка и помещаются, чтобы там не было каких-то, например, боеприпасов к «Патриотам» тем же, например, или к каким-то другим системам вооружения, или залпового огня, или противовоздушной обороны. То есть в любом случае 98% – это очень классная цифра. Поэтому единственное, что нас пока очень активно сдерживает после этой цифры – только погода. Ну вот Евгений Пригожин анонсировал, что 2 мая все-таки заканчивается сезон дождей в Украине. Он дал еще неделю на просыхание. И дальше начнется рок-н-ролл. В мае в Польше должен заработать Центр технического обслуживания основных боевых танков «Леопард-2», поставляемых союзниками в Украину. Об этом вчера сообщил глава Минобороны Польши Марьюш Блащик. И я хочу процитировать. Танки «Леопард-2А» и «2А6», которые воюют в Украине, будут обслуживаться, ремонтироваться на заводе «Бумар-Вабенды» в Гливице. И в мае этот Центр обслуживания уже заработает. Я знаю, что вместе с экипажами подготовку у союзников проходили ремонтные бригады. Судя по всему, на завод все-таки будут отправлять танки, которые уже будет сложно отремонтировать в полевых условиях. Правильно? Скорее всего, да. Но не забывайте, наверное, не все запасные части можно привезти в Украину. Нельзя сходу обучить полностью от и до наших механикам, наших техникам всем премудростям, потому что этому тоже можно долго учиться. Скорее всего, наши военные прошли обучение какому-то элементарному ремонту, который можно сделать быстро, что-то заменить. Например, какие-то элементы внешнего и внешней обшивки этих танков, может быть, какие-то внутренние элементы. Но львиная часть запасных частей находится на ремонтных складах, ремонтных подразделениях. Возможно, не забывайте, там же много электроники. Электронику в полевых условиях ремонтировать нельзя. Скорее всего, придется ее отправлять на вот эти базы, чтобы ее в комплексе меняли. Какие-то узлы вынимают, вставляют новые. Или менять блоками, а узел отправлять на ремонт, например. Да, да, да. Вот это вот, скорее всего, вот такие вот тонкие ремонты, вот очень сложные, они будут проводиться непосредственно на этой базе. А вот что-то простое, что можно в полевых условиях, давайте так, условным каким-то, я не знаю, там, воздодером условно, да, там, элементарными узлами, элементарными инструментами, что можно отремонтировать, то будет делаться в Украине. Но опять же, потому что война диктует такие условия. Когда война закончится, и, например, какие-то танки останутся у нас, да, что-то мы выкупим, потому что, ну, вопрос станет на денежную основу. Но это не секрет, это не плохо, то есть это рыночное отношение нормально, что-то мы выкупим, и потом, конечно, будем формировать себе базу, накапливать запасные части. Это, представьте себе, когда в вашем автомобиле что-то ломается, и вы приезжаете в автосалон, ну, вернее, там, какой-то сертификацированный центр, и, согласитесь, здорово же, да, когда у вас, например, зеркало сломалось, вам говорят, да не вопрос, сейчас вот там три часа вам принесем зеркало, как раз именно такое есть, оно у нас на складе принесли, да, или, например, какое-то там крыло. А когда вам говорят, ну, слушайте, ну, там, три-четыре недели придется ждать, вот, пока приедет, там, из какой-то страны, это же не самый лучший тогда сервисный центр. Поэтому все после войны будет в Украине непосредственно и техники, и специалисты, и под надзором западных специалистов тоже. В последние дни у всех на устах Швеции бывший депутат шведского парламента Кэролин Норденгрип подписала контракт с вооруженными силами Украины, и вот на все сообщения с поддержкой, которые поступают, она ответила, я хочу, отвечая точнее, она, хочу процитировать, подумайте, что вы тоже можете сделать для Украины и помогите ей, слава Украине. Вот это очень мотивирует, согласитесь. И тем временем в самой Швеции проходят сейчас крупнейшие военные учения, в них принимают участие 26 тысяч солдат из 14 стран, и в том числе из Украины. И среди мест проведения маневров расположены в Балтийском море остров Готланд, имеющий стратегическое значение. Вот эти маневры вот сейчас неспроста ведь? Да, неспроста. И вот я даже подчеркну, что вот эта вот женщина, бывшая депутата, она воюет на стороне вооруженных сил Украины. Это еще, не забывайте, кроме того, что, ну, как человек, да, воюет, это еще очень большая медийная поддержка Украины непосредственно в Швеции. Согласитесь, одно дело, например, когда, там, не знаю, украинец говорит о войне в Украине шведам, да, ну, как бы, ну, трудно понять, там, может быть, не все, проблема, там, с интерпретацией, правильные слова подобрать, даже на английском языке. А здесь она, шведка, да, она может своим там журналистам рассказать от первого лица, от себя, что она видит, как происходит без купюр, без приукрашивания каких-то войн, как она есть. И ее поймет шведский народ. Ее услышат, конечно. Да, миллион процентов. Вот как воюют за нас, например, граждане Новой Зеландии. То есть, казалось бы, Новой Зеландия где? Как им понять, кто прав, кто неправ в этой войне, кто агрессор? А вот эти люди, которые воюют, они правильно поясняют, что Россия напала, Россия агрессор, Украина ни на кого не нападала, никаких биолабораторий нет, никаких комаров, никаких голубей, никаких птиц, никакого коронавируса в Украине никогда не разрабатывалось. И это будет более доходчиво и понятно местному населению. Это очень важно для нас. Российские телеграм-каналы сегодня пишут о смещении одного из заместителей министра обороны. Вот речь идет об увольнении генерала Михаила Мизинцева. И он отвечал как раз за материально-техническое обеспечение армии. Он был назначен на этот пост за министра обороны в сентябре 2022 года. Украинские военные утверждали, что весной прошлого года именно он руководил осадой Мариуполя. И в результате за ним даже закрепилось прозвище «Мясник» Мариуполя. Также он руководил и операцией в Сирии. Пока вся эта информация официально не подтверждается, но дыма без огня не бывает. Как вы полагаете, что могло стоять за этим увольнением? Ну, во-первых, да, вот вы как раз показываете. Обычно у них за такое на повышение идут, да? Да, такой жесткий «Мясник», конечно, с лицом маньяка, без преувеличения. Очень вероятно, что его могли снять с должности. Поясню почему. Потому что буквально пару дней назад Федеральная служба безопасности Российской Федерации анонсировала, даже не анонсировала, а отчиталась о задержании одного из серьезных руководителей в структуре Министерства обороны Российской Федерации, который отвечал, которого обвиняют в растрате танковых двигателей. Там сумма 20 миллионов рублей, несколько двигателей попал. Шесть или семь двигателей украли просто танковых. Да, к танкам Т-90, да. Современно. Мне возможно, что это вот все вместе связано, потому что этот начальник арестован, отвечал за двигатели, и вот, судя по всему, если Мизинцев был ответственен за материально-техническое обеспечение, то, скорее всего, к нему тоже тянется дорожка, и вот было принято решение убрать его с должности. Вряд ли он попадет на скамью подсудимых, вряд ли, ну, хотя, ну, ничего не исключено. Но и министром обороны вряд ли станет, ведь расти дальше куда уже с замминистра обороны? Только министром вместо Шойгу становиться. Только министром, либо какое-то другое ведомство, не знаю, может стать губернатором какого-то Красноярского края, например, или еще там Хабаровского края, ну, как вариант. Но тем временем оккупанты, они вот продолжают, ну, как могут, конечно, готовиться к украинскому контрнаступлению. Вот то мы все, знаете, обсуждали этот царик об длиной в 70 километров, непонятно для чего вырытый. Вот, ну, а журналисты изданий «Крымреали» и «Схемы» проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что вот в последние месяцы российские войска вывели свою военную технику, которая находилась в районе поселка Медведевка, Джанкойского района, на севере временно оккупированного Крыма, и вот рыли там окопы. Плюс к этому бронетехника и артиллерия, которая находилась на этом участке вот в октябре 2022 года и январе даже нынешнего на снимке от 25 апреля уже отсутствует. Вот прошу вас прокомментировать эту информацию. Ну, первое, что могу сказать, скорее всего, эта техника уже в Украине. То есть она уже принимает участие в боевых действиях и уже на складах ничего не осталось. Есть действительно вероятность, что часть этой техники где-то рассортирована, рассоредоточена по отдельным локациям Крыма. Возможно, где-то зарыли в землю, очень любят российские войска, зарывать в землю танки, оставлять сверху башню, чтобы это использовать как артиллерию. Возможно, где-то на берегу зарыли в надежде отбить украинский морской десант. То есть они себе рисуют. Но я больше склоняюсь к тому, что она уехала в Украину и очень сильно покрошили ее наши военные, потому что, судя по перехватам наших спецслужб, они въезд светит. Поэтому я прошу ваших зрителей не воспринимать это как «ура, патриотизм лишний». Есть масса перехватов, где сами российские солдаты говорят о том, что технику прячут военные, технику не дают, техника не участвует в поддержке наступающих частей, потому что она очень сильно бережется, экономится. И там запомнился один из перехватов, когда российские военные жалуются, что техника находится ориентировочно в 25 минутах езды от передовых позиций. Просто представьте себе 25 минут от передовых линий. То есть техника на вес золота. Людские жизни, жизни военнослужащих Российской Федерации, ну, как снаряды. Ну вот, говоря о цифрах, да, против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы, насчитывают около 315 формирований. Это примерно 370 тысяч захватчиков и 5,9 тысяч единиц тяжелого вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре при Минобороны Украины, милитарий-медиа-центре. Вот как можно оценить вот эту боевую мощь? Ну, серьезно. Не будем закидывать шапками. Действительно, серьезная сила, как ни крути. Цифра серьезная. Количество единиц военной техники очень серьезное. Но если мы будем разбираться в деталях, давайте сразу с вами вспомним город Бахмут. Ну, в российской интерпретации это Артемовск. Хотя локация одна и та же. Теперь российские военные вместе с ЧВК «Вагнера» активно хвастаются. Просто думайте, да, еще год назад они говорили про Ла-Манш, парад в Берлине, потом парад в Киеве. Потом их цели и задачи начали масштабироваться в отрицательную сторону, скукоживаться, я так называю. И теперь они хвастаются тем, что практически захватили пересечение улиц такой-то и такой-то в городе Бахмут. То есть даже не по-квартально, а за конкретную улицу, вот улица, мы практически ее захватили. То есть, вы поймите, вздумайтесь, для российской армии уже к достижению захватить одну из улиц в городе Бахмут, этого города Бахмута практически ничего не осталось. Поэтому это говорит о качестве российских вооруженных сил, о качестве подразделения, готовности их вести боевые действия. Говорит о качестве техники, не забывайте, что техника поехала времен уже позднего Сталина, возможно, даже раннего Хрущева, конец 50-х годов. То есть это очень такая ретро-ФМ в действии. Но тут говорят, что с постаментов уже или снимают, или планируют снимать и Т-34, и с танки тяжелые. Да, да, да. То есть такой разговор идет, но это больше пока бравада, что надо, будем снимать, отправлять. Вопрос, чем они будут обеспечивать эти танки, понятно, потому что эти танки не готовы к современным условиям войны. Когда говорят, что танк Т-34 – это танк победы, не забывайте, их было создано несколько десятков тысяч единиц. По-моему, 30 тысяч танков было создано, может, даже больше. И две трети из них было уничтожено на фронтах Второй мировой войны. Поэтому он шел просто как расходный материал. Ну и я представляю в этих танках, вот видите, как они будут их использовать, какое будет взаимодействие. Я помню, мы еще учили когда-то в военном училище. Откроется башня, оттуда выйдет командир с флажками и будет флажками показывать направление движения, стрельбы. Вот наверняка они до сих пор это изучают, эти семафорные сигналы. Я думаю, да, придется им снова изучать, потому что, смотрите, система, например, тепловизоров, точно их на всех не хватит. Да, какие-то в запаснике есть, система ночного видения. Что-то есть в запасниках, но поставить их на старые танки, это нужно изгалиться очень серьезно, то есть это не будет в комплексе. Это называется глубокая модернизация, да, уже? Да, глубокая модернизация, но хватит ли усилий, хватит ли запасных частей, и хватит ли сноровки на старый танк, старого образца, поставить новую современную технику. Это питание, это связь, не забывайте. Правильно сказали про флажки, это все может быть. Марсианка очень даже тоже, скорее всего, пойдет в ход. Но также по сообщению Милитаремедиа-центра, долгосрочные планы Кремля, вот это все-таки силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. То есть речь идет о захвате Украины, уже, конечно же, не идет, и даже о Донбассе в его границах, о чем они трубили. А что оккупанты понимают под переговорами, как вы считаете? Чтобы им оставили то, что они захватили и простили? Да, оставить все как есть, это первое. Оставить этот коридор сухопутный, не допустить украинского контрнаступления. То есть в идеале было то, все, зафиксировали все, тайм-аут, тайм-аут, никакого контрнаступления, теперь только глухая оборона, подписать мирный договор, а буквально через маленький промежуток времени поднять реваншистские настроения в Российской Федерации о том, что Украина оккупировала запорожскую часть запорожских и сонских областей, и мы, россияне, должны вернуть из-под оккупации наших граждан, которые Украина... Ну, то есть у них в голове могут родиться вот такие комбинации, Украина, где соглашаются на переговоры и уступки, оккупанты получают что? Правильно, они получают стратегическую паузу для восстановления сил. Ну и что дальше, спрогнозировать, ну, мне достаточно, кажется, несложно. Когда-то, помните, Гитлер уже получил стратегическую паузу после захвата Польши, и закончилось это, как все мы помним, захватом практически всей Европы. Абсолютно верно. Поэтому я вот вижу ближайший сценарий, это вот реванш. Реванш, нас, будет вымарана часть истории, кто нападал, будет вбиваться в головы школьникам Российской Федерации, что Херсонская область, Запорожская область – это исконно русские земли, которые Украина оккупировала, и мы должны их вернуть. Никто не будет вспоминать, с чего все началось, как Россия зашла, как Россия убила десятки тысяч украинских граждан, то есть сразу же будет машина времени, вот Украина оккупировала, нужно вернуть. Все. И вот в этой парадигме они будут жить дальше. Ну, тем временем в России продолжают отрицательно взлетать самолеты. Вот вчера в Мурманской области России разбился военный самолет МиГ-31, и очевидцы засняли падение этого самолета. Вот сейчас мы видим, да, как он горит, и вот он загорелся в воздухе, и, как видим, и упал в озеро недалеко от поселка Рыжгуба. И здание указывает, что оба пилота, которые катапультировались, зацепились за ветки. Вот. Видим, да, вот сейчас он летит, и где-то сейчас будет видео, как он достаточно красивый и ярко упадет. Вот этот кадр. Вот падает этот самолет. И, как мы помним, 2 декабря 2022 года тоже истребитель МиГ-31 потерпел крушение тогда в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета. Мы помним, как самолеты врезались в жилые дома. Ну, да и бомбы, которые падают с их самолетов, помним, на их же города. Вот это тоже подготовка к украинскому контрнаступлению? Они все так нервничают по всей стране, что у них из рук вон плохо, все из рук валится? Ну, судя по всему, валится. И вот нужно отметить, что этот самолет, ну да, он упал, пилоты катапультировались. Но, по нашим оценкам, еще осталось у Российской Федерации из вот этой серии МиГ-31 еще порядка 84 единиц этих самолетов. То есть достаточно много. Ну, на одну единицу меньше стало, да, на одну единицу обстрела нашей территории меньше стало. То есть не будет нести какое-то вооружение, не будет влиять, ну, участвовать в боевых действиях. То есть это плюс для нас. А этот комплекс говорит о том, что действительно авиационная отрасль деградирует в Российской Федерации санкции. Как бы не хотелось российским чиновникам или правителям, они все-таки работают, заставляют ужиматься отрасль. Как и гражданской авиации, так и военной. И вот мы знаем, что активно ведутся переговоры китайской, ой, прошу прощения, российской стороной с операцией из Индии. Огромное количество разной техники, начиная от товаров. Продолжение следует... Поскольку такое же падение, такого же самолета состоялось 2 декабря 2022 года, когда МиГ-31 также потерпел крушение в Приморском крае Российской Федерации. Вот я вижу, снова на связи. Продолжайте, пожалуйста. Да, то есть деградация идет, и вот я говорил, что Индия, с Индией ведутся переговоры о поставке товаров по народному потреблению и в том числе специфических запасных частей для автомобильных и других отраслей. Скорее всего, авиационная отрасль тоже рассматривается на Российской Федерации, что Индия может стать хорошим донором, может зайти на российский рынок и использовать эти запчасти для гражданской авиации, в том числе для военной. Но пока, насколько мы знаем, эти переговоры не увенчались успехом, что основные вопросы — это форма оплаты. В долларах оплачивать нельзя, там в рупиях тоже не получается, и вот пока вот все буксует на месте, слава богу. На востоке Украины силы обороны продолжают уничтожать не только мобилизованных и зэка Вагнера, все больше погибает и офицеров, в том числе и младших. Вот только за последнее время названо семь верифицированных фамилий младших офицеров, трех лейтенантов и четырех старлеев, которые фактически погибли ни за что в Украине. Их фотографии даже опубликовал Анатолий Штефан, военнослужащий вооруженных сил Украины с позывной «Штирлиц». Вот раньше, вот как я помню, мобилизованные жаловали, что их вот просто выбрасывали на передовую, и офицеры тут же исчезали. Ну, видимо, понимая, что их ждет. А вот эти погибшие младшие офицеры, интересно, они вот хотели геройствовать или не поняли главного принципа этой войны, о том, что эти штурмы мясные? Ну, штурмы мясные, у них, когда их отправляют на фронт, на передовую, у них не остается выбора. То есть, если ты отступаешь, если, например, это частная военная компания, то там просто расстрел. А какие-то мысли, например, если они сотрудники, даже так, если они военнослужащие регулярных войск, какие-то мысли отказаться. У кого-то хватило смелости отказаться. Кто-то сказал, я не хочу, я не пойду. Он ушел, он молодец. Да, там угрожает тюрьмой, не факт, что посадь, не факт, что даже до суда дойдет. А некоторые испугались, ну, сказала страна идти, что ж я, я пойду, все воевали, я пойду. Вот такой какой-то стадный рефлекс, стадный такой вот комплекс у них, вот пойду воевать тоже. Отец воевал, дед воевал, я буду воевать. Ну, знаете, у них же было еще, насколько я помню, досрочные выпуски из военных училищ. То есть, скорее всего, они просто могли еще вчерашних курсантов дать, там, кинуть лейтенантские погоны досрочно и сразу бросить тоже на фронт. Да, это тоже может быть, тем более, что мы знаем, в российской армии огромная нехватка непосредственно командиров, которые управляют солдатами. То есть, не те, которые сидят в штабах, там, рисуют карты, у которых галстуки на параде параллельно на земле, да, на пузе лежат, как у теменских нефтяников. Не хватает непосредственно командиров, которые общаются с военнослужащими каждый день. Вот командиры рот, да, там, каждый день, вот он их тренирует. Вот эти военные очень сильно погибают и, получается, остается большой такой, знаете, провал между рядовыми военнослужащими и высшим офицерским составом. То есть, промежуток просто проседает, да, там, что есть рядовой и есть полковник-подполковник, а вот посредине нет. И вот, что есть, то есть у них. Скажите, вот в марте Путин заявил о своих планах размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия. Затем он пообещал, что построят в стране, как бы, специальные хранилища для боеголовок. Теперь вот Россия учит белорусские войска работать с тактическим ядерным оружием, да, для ракет малой дальности «Искандер», об этом пишет Блумберг. Ну, и белорусские ракетчики, они там отчитывали, что 18 дней мы уже всему научились. Ну, вот признаков перемещения оружия в Беларусь пока не было, да. Что происходит? Может, Путин таким образом снова повышает ставки, да? Мол, мы готовы, разве вы видите, да, что происходит? Да, смотрите. Кто-то выторговать пытается, я не знаю. Ну, очень похоже на это. Смотрите, мы слышали реакцию китайской стороны на размещение, на планы размещения ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Реакция была прямая и негативная. Я уверен, что в Москве прислушаются к этой реакции, но пока продолжают играть вот в такой блеф, да. Мы готовы, мы разместим, мы тренируем, мы готовим. Но не готовят же белорусских военных к использованию ядерного оружия. Да, им дают возможность потренироваться на этих эскандерах, как-то их обслуживать, какие-то маневры с ними осуществлять. Но непосредственно ядерные боеголовки пока в Беларуси не находятся. Вроде бы они были в России, их готовили в России, этих военнослужащих, показывали им, как это все выглядит, как там заряжается. Но не забывайте, что это может быть просто показуха. То есть показать могут на камеру 5-6-10 человек белорусских военных. На самом деле они опыт могут не получить. Мое такое мнение, что ситуация будет развиваться следующим образом. Вот пока вот из того, что мы видим, ядерное оружие, сами боеголовки на территории Республики Беларусь пока перемещаться не будут. То есть инфраструктура вся будет готова, все будет размещено, эскандеры будут на месте, склады на месте. Но непосредственно ядерных боеголовок там не будет пока. Как вариант развития сюжета возможно перемещение, возможно складирование, но помещение боеголовок непосредственно на эскандеры осуществляться не будет. То есть все будет храниться отдельно с целью устрашения стран Запада, с целью демонстрации силы. Для Лукашенко это будет конечно неплохо, он будет очень рад, что вот у нас есть ядерное оружие. Секундочку, у вас его нет, оно есть у Российской Федерации, у вас нет допуска к этим объектам, где хранится будет ядерное оружие. Я уверен, что белорусские военнослужащие максимум куда будут допущены, это на вышке, на какой-то внешний периметр охранять эти склады. Вот сколько там будет, два-три комплекса будет. И все, то есть непосредственно к эксплуатации подпускать их не будут вообще, от слова совсем. Ну пусть они еще там появятся на самом деле в Беларуси, мне кажется, что побоятся даже привезти его туда все-таки. Спасибо большое за ваши пояснения, за ваши комментарии. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был в нашем эфире. Благодарю.